По поручению Рашида Тимрезова. Военнослужащим из Карачаева-Черкесии, которые находятся в зоне специальной военной операции, отправлена очередная партия грузоподдержки. На этот раз торжественный старт был дан председателям «Единой России» Дмитрием Медведевым по видеоконференц-связи, который со многими регионами страны обеспечила наша телерадиокомпания. Подробности в материале Артуром Хце. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия», на котором единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Перед началом сессии состоялся телемост со многими регионами страны, участие в котором приняла и Карачаева-Черкесия. По видеоконференц-связи должны были отправить грузы поддержки военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. По поручению главы Карачаевской республики был создан штаб. В рамках этого штаба консолидировались и проводились работы по сбору гуманитарной помощи, приобретению необходимого вещевого имущества, технических средств. На постоянной основе получаем обратную связь в потребностях, которые формируются сейчас на фронте. Весь сформированный единым штабом груз ранее был упакован и аккуратно сложен в военные КАМАЗы при непосредственном участии волонтеров. Помощь в таких акциях постоянно оказывают многие жители республики. Например, полторы тысячи комплектов термобелья шили студенты Северокавказской государственной академии. Сегодня, в день съезда партии «Единая Россия», мы наравне с другими субъектами отправляем очередную партию гуманитарного груза, который необходим на сегодняшний день. Это, безусловно, питьевая вода, теплая одежда. Более 30 тонн сегодня груза мы отправляем. В общей сложности с начала СВО от республики в сторону СВО было направлено более тысячи тонн всевозможного гуманитарного груза. Торжественный старт отправки грузов дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В нашей республике прямую трансляцию обеспечивала ГТРК «Карачаево-Черкесия». Из черкесской автомобили направились в новые российские регионы, где в данный момент находятся военные из 34-й мотострелковой бригады. Артур Махцер, Ренат Муков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.